Я рад приветствовать игроков с судьбой на канале Дамако, меня зовут Станислав и сегодня мы с вами продолжаем играть в иглу, под названием Липофей. Ну что дорогие друзья, вот мы прошли двумя героями, полностью шесть раздач, остались двое. Посмотреть их историю, попробовать ими пройти, подарить им эту мощь, эту силу безграничную, которой они так сильно стремятся. Давайте вперед уже, замолкай, но перед тем как начнем, давайте я вам покажу образы. Меня один человек попросил в комментариях, чтобы я показал образы героев. Может он имел Большого Моа ввиду, потому что я его не показал, но к сожалению Большого Моа нельзя показать образы, потому что для того, чтобы это сделать, нужно пройти еще одну миссию за Большого Моа, у меня их нет. Ну то есть надо опять заново проходить, может быть в дальнейшем, может быть, потом еще раз и пройдем. А это вот обычные образы, которые на Айоне, по-моему я их показывал, а может быть и нет, я уже не помню. Как вы видите, они ничем особо не меняют, ну как бы не сильно-то не изменяют персонажа, да. Немножко окрас поменяли и все, шкурку сменили. Ну вот здесь вот он посидел у нас, но это, видать, просто очень страшно ему было в этих приключениях. Набрался мудрости, набрался, пережил 7 кругов ада и поэтому посидел. Ну давайте начнем за Макай, попробуем ей поиграть и пройти эту адскую игру. Не знаю, ей сложнее всего, ей играть, это я всегда об этом говорил. Слишком близкие атаки, слишком мало ХП и при этом еще она у меня слишком медленно бьет. Короче говоря, не очень, не для меня этот персонаж, ей надо играть очень аккуратно, а я не такой. Я обо все задеваю, везде все взрываю, короче я вот так люблю играть. Но огромный плюс, конечно, у нее то, что мы отбиваем, во-первых, снаряды, во-вторых, мы можем летать. Ну и скорость передвижения у нас увеличена, но она вражденная способность. Да я, я. Вот, промазал, дважды причем. И то, что мы теперь облако оставляем. Успокойся, корыто. После убийства тел трупов остается ядовитое облако, которое дамажит врагов. Это очень хорошо, особенно если там заперли кого-нибудь, приперли в это облако и раздамаживайте спокойненько себе. Один упал, опять облако вызвал, ну и так далее, и тому подобное. Каждая базовая атака получает вероятность оглушить противника. А это очень важная вещь, почему бы ее не взять? Давайте посмотрим, что здесь. Удар базовой атаки создает дополнительные молнии, поражающие окружающих врагов. Смотрите. Где-то еще есть молния, еще есть молния. Вот она. Вот эта молния гораздо лучше. Давайте возьмем, значит, вот этот апгрейд. Пойдем еще к той молнии. Молния мне там больше нравится. Там вот еще, тем более, у нас еще один крутой апгрейд есть. На Ауе и так далее и тому подобное. Там поинтереснее. Откроем глифчик. Будем глифы, конечно же, собирать. Вот эту пушку я люблю. Я хотел всегда пройти с этой пушкой игру полностью. Надеюсь, нам свезет и мы пройдем ее сегодня. Потому что пушка это огонь просто. Я не знаю, какая она будет, когда ее прокачаешь, но мне кажется, это рвань. Так, заряд для глифа. Давайте берем. 25 у нас много. Сейчас, в принципе, треугольников. Мне не жалко. Давайте. Используйте свой ночный глиф и глифы без ограничений. Ребята, это лучшее, что вы могли мне предложить. Пу-пу-пу, модафака. Что ты ее не убиваешь? Молодец. Непонятно, Сумбурту, куда там происходил? Комната узкая, ничего не видно. Что происходит? Я даже никого не стреляю специально, просто заставляю глифы. Отлично, просто супер. Обожаю такие штуки. Когда ты безграничную мощь. Вот это шикарно, конечно. Просто запиливаешь всех глифом, либо убиваешь всех призрачным гегом. Шикарная штука. Можно теперь, видите, как хорошо она стреливает за счет этой пушки. Да, получается, я ее ставлю. Она мне раздает. Сейчас потихонечку мы получаем манну. Дострелишь? Да, че, пушка сильнее. Так, ну, мне все равно. Немножечко ключей. А, там был ключ. Прошу прощения. Не заметил. Маленький сундук. Давайте пока вскрывать его не будем. Хотя, блин, тут в маленьких бывает лежит, например, этот... Шестеренка, как бы. И ты такой, а, черт, ладно, не буду вскрывать маленький. Ага. А маленький-то вскрывать и надо было. Ладно, погнали дальше. Там вроде есть продажа ключа, кстати, потом купим. Случшего на тайну. Нормально раздал. У глифа очень много энергии. Мне кажется, это один из самых крутых глифов вообще, в принципе, тоже автомат. Вот этот турель. А потому что ее никто надамажить не может, она может дамажить, вы можете ее куда угодно ставить, она просто будет настреливать. Если ее прокачать на урон, так она будет вообще, наверное, очень-очень бодрячком. Так, еще маны. 400 маны мы уже насобирали, ребят. И на испытание. Чтобы пройти испытание, сыграть эту боевую карту, не потеряв здоровье. Вот это будет посложнее сделать. А почему? А потому. Ну, в принципе, из испытаний, это одно из самых простых, наверное. Умрешь? Паскуда, ты где? А, он умер. Как тебе такое, а? Отлично. Вылетаем? Так, а почему здесь... А, помнились. Хранитель, тайна. Ну, пойдемте, вкупим тогда, что остается нам? Пойдемте, купим ключ. Кстати, можем взять апгрейд. 150, 115. Хватит ли нам потом на апгрейд? Ну, давайте, ладно, попробуем. А вдруг хватит? Там неизвестно просто, что за апгрейд. Если будет какой-то... Тот, который мы уже брали, там будет стоить дорого. И, естественно, нам ни на что не хватит. Нет, смотрите, повезло. Хватило полностью. Вы окружены пульсирующим полем, отражающим снаряды противников. Ну, в принципе, неплохо, наверное. Наверное. Но я не вижу большого профита от него. Когда вы теряете здоровье в бою, вы получаете взамен манную трофею. Вот это давайте возьмем. Потому что среди этих трофеев может быть и хп, понимаете? Вы потеряли хп, получили хп. Это очень полезно. Идем на тайну. Огромный плюс за Маукай то, что она видит подлячьи карты. И ты точно знаешь, что вот эта карта, например, не подлячь, если ты в нее заходишь. Погнали. Давай-ка настреливай. Так, блин, как так-то? Ну как так? Просто стоял и смотрел. Вот и получил. Что там, босс? О, вертолетик. Смотрите, я глушил врага, да. Он встал, получается, в ступоре. Ох, тварь. Да блин! Но иногда можно, знаете, попадать специально под удары, чтобы, например, набить себе каких-то ништяков. Но не в этом. Это был не тот случай. Я вам так скажу. Мы там все взяли. По-моему, да, мы там все полностью. Да, у нас хилки все. Куплено у нас все, по-моему. Там покупать больше особо-то и нечего. Полетели. Даем. До свидания. О, удар молнии, отлично. Снаряд наносит осколочные повреждения при контакте с целью. Я вот не знаю, что это. Насколько они осколочные. Вот это точно знаю, что это лютый. Лютый трешак. Базовая миссия. Совершите здесь покупок в магазинах. Три покупки мы уже сделали. Убейте хранителя на уровне 4 при помощи отраженных снайбов. Ну, в принципе, может быть можно. Не уверен. Побить на 4 уровне, в принципе, сложновато босса. Тут еще отраженными. О, вот это прям суперская карта. Халявный апгрейд. Убейте хранителя на уровне 4 при помощи отраженных снайбов. Отлично. Улетай. Это даже тайна. Какая-то особая. На сотку? Да, на сотку. Смотрите, мне дали треугольничков на сотку. И дали еще плюс ко всему всякие вкусности. Прикольненько. Ну, лучше бы это был бы халявный апгрейд, наверное. Хотя треугольники на сотку всегда хороши. Так, смотрим. Сумрачный бег заменяется прыжком к цели. Смотрим вообще, что нам дает. Замедление здесь есть. Это очень хорошо. Обморожение. Где у нас? Обморожение здесь. Так, давайте посмотрим тогда что. Снаряд наносит осколочные повреждения при контакте с целью. Здесь что? Противники теряют ориентацию, когда поражены вашими снарядами. Интересно вот, опять же. Опять же. При осколочном вот этом ударе будут ли работать вот эти вот способности, если я потом ее возьму. На них, на всех, на кого заденет снаряд. По окончании сумрачного бега дополнительный самонаводящий снаряд выстрелит в другого противника. А вот это, наверное, совокупность вот этих вот, если, опять же, работает вот этот вот скилл, она будет вообще идеально смотреться. Создает взрыв вместе начала сумрачного бега. Ну, вообще, вот это круто. Представляете, прыжок, взрыв, тут взрыв. Как бы, это было бы вообще огонь. Но вот куда идти, я даже не знаю. Но давайте возьмем вот этот вот. Попробуем, по крайней мере. Этот там уже видели, а этот я еще не знаю, насколько там этот осколок. Осколочный урон, насколько он будет осколочный. Насколько он будет вообще урон. Ну, вон там взрыв, я видел. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Нет? Давай еще раз. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Давай еще там всех, всех ложи, всех. Три снаряда он делает. Три заряда, точнее всего. Он перестает, да? Так, улетело в кого-то. И тут. Побольше дамага бы ему. Да, нет у меня, к сожалению, опять ключей. Ключей нам не завезли. О, вот тут есть ключи, по-любому. У, у вас три штуки, отлично. А давайте возьмем. Шестереночка? Нет, шестеренки нам не дали. Зато дали 75 маны и плюс треугольничек. ХП я не потратил. Хотя не раз в меня попали. Ну, даже точнее всего, не в меня попали. Я сам себе задамажил от этого взрывного объекта. Так, руны берем без вопросов даже. Ключи берем без вопросов даже. Это тоже хорошая карта, но пока мы ее брать не будем. Попозже. Может быть, если ничего, купить больше нельзя будет. Возьмем мы ее. Давай что-нибудь путное. Вот апгрейд, пожалуйста. Дополнительная карта апгрейда? Это всегда хорошо. Так, для открытия сундуков и карт под замком вам больше не требуются ключи. В принципе, это неплохо. Но учесть то, что мы сейчас много ключей насобирали, для нас она не сильно нужна. Эта способность. А вот хилки. Вот это другое дело. Здесь, что 500. Выкруженный пульсирующим полем, отражающий снаряды противника. 500! Вы реально это не шутите, да? При разрешении препятствий появляется вероятность получить ману или трофеи. Но это вообще хорошая вещь. После использования сундучного бега, так, основные убийства дают ману, бонусы, трофеи в течение краткого времени. Ладно. Это что? На каждом уровне начинается следующий. Вот так понятно. Ладно, мы будем брать, наверное, вот эту будем копить. Чтобы сюда вот пойти, потому что здесь вот есть на 2 хп, на 1 хп. Я все-таки за здоровье. Я за здоровый образ жизни. Вот так, ребят. Надо идти. А чтобы идти, надо, значит, собирать до 5 хп. Но я надеюсь, за 2 вот этих мы соберем. За 2 похода. Ну, просто еще и хранитель. Про него тоже. Забывать нельзя. О, во, во. Хилочку я не потратил. Все нормально. 550 я насобирал. Давайте... Ой, а где? На апгрейд же мне надо. На апгрейд! На апгрейд! На апгрейд! Апгрейд! Пойдем сюда. Смотри-ка, обхитрил меня, да? Ну, и мы тоже не пальцем делаем, и мы его обхитрили, да? От счастья. Воу, воу, воу. Отлично, развалили хренатень ту ненавистную мной. Больше всего, наверное. Из всех созданий на втором уровне, я больше всего ненавижу ее. Открываем! Я так и думал, что здесь будет эта штука. Когда у нас окрасочков маны-то и нет. Поэтому уйти, наверное, брать апгрейд, тут смысла нет. А вот какой-нибудь, наверное, глиф, ну, глиф зацепим. ДОНДДДДДДДДДД Done! Смотрите, паскуда Создаёт, тварь И, блин Как мне сейчас этот хмырь так выхлестнет? Ё-моё, не-не-не, стасян Так нельзя У вас в пень Я чуть не умер Так, ну летим, посмотрим Тут хилок у меня много, давайте соберём любую И у нас 400, в принципе, мы можем пойти брать Абурат, офигеть, как мы много мана это набиваем Давайте апгрейд, конечно Чего мы? 400, это пф Легко Берём какой-нибудь крутой апгрейд Но мы хотели взять вот этот, наверное Да, он стоит пятихатку Нам его не хватает И здесь 500 стоит Тут паскуда Вы двигайтесь быстрее 500 Ну и цена у вас, я вам скажу, господа Для открытия сундуков и карт Ну, блин, придётся брать его А чё? Ну ладно, зато теперь ключи бесконечные Не будем больше париться о ключах Хотя я и так не парился Ну, парился немножко, правда Но потом прекратил Когда появилось сразу три ключа там халявных Давайте, погоди Так, цепная молния Поражающую все поверхности Давайте возьмём вот этот апгрейд Почему бы и нет? Мне не нравится Вот этот вот с молниями Она фигня Это надо очень много быстро атаковать Чтобы это был какой-то толк Потому что вот эта АУЕ, которая про молнии Которая распространяется среди противников Она еле-еле дамажит Она такая, знаете, вот Для автоатакеров Типа вот Айона Там вот Разимова Пойдёт нормально Когда он плотным огнём стреляет А этот для неё вообще Я не вижу смысла Не оценил как-то я Вот эту вот тоже штуку А я вот это вам сейчас тоже Делаю пищ-пищ-пищ Как вам это? Херню вам Всю эту развалю сейчас Строили вы, строили А я пришёл вот и развалил Вот так вот Ещё там кто-то остался? Умри Опа А вот это хорошо Прямо с самого начала Нам дали сразу штучку Можно пойти взять апгрейд Конечно же мы берём апгрейд Хотя может тороплюсь я конечно зря Потому что Надо было может быть выжидать И брать Не апгрейд А мало ли вдруг проблемы у нас будут И взять потом подарок Ну ладно При разрешении препятствий Так Появляется вероятность Получить ману и трофеи Это кстати очень хорошая штука Да Как бы Может нам здесь поможет сейчас После использования Сумрачного бега Особое убийство Дают бонус Ману и трофеи В течение Кого-то времени Это фигня Базовые атаки Попадающие по противнику Могут принести дополнительную ману Могут принести Могут не принести Как-то так На каждом уровне Начиная со следующего В колоду бонусной карты Добавляется одна дополнительная карта апгрейда Ну это тоже вроде неплохо Но так себе Насквозь видеть Так Оставаться неуязвимым Когда вы теряете здоровье Вот это кстати хорошо Для последних уровней Это очень клёво Вы окружены пульсирующим полем Замедляющим противников И последнее что ловушка И взрывающиеся препятствия Вот до этого надо будет идти 500 тысяч миллионов лет Вот посмотрите Четыре апгрейда Мне надо взять зелёный Чтобы я до этого дошёл Ничего брать мы здесь не будем В этой ветке Ну и нахрен короче Вот это клёвая вещь Вот это клёвая Ну блин я не знаю Я хп хочу Стоимость улучшения уменьшается Пипец Там конечно хорошая Вот эта карта апгрейда Вам дополнительная Появится Да у вас Но до неё доползти ещё надо Взять Такой прохват на свете Кошмар 27 Блин Не повезло На сундук В магазик Что в магазике Оставим на потом Ключи нам больше не нужны Это та хорошая вещь Ну вроде Глиф пока у нас есть Обходная карта 25 Ну 25 Давайте купим 25 у нас 700 Треугольников Чё бы нам и не купить Чё бы нам и не купить Скажу вот так вот Как назначить деревенщина Чё бы нам не купить Хо И вниз С плёным Кто там? Летающая голова Ты что ли? Успокойся Да я забыл что я взял прыжок Прыжок то ведь рвёт Так хилочка Это всё есть Отлично Ну вроде Ту-ту-тфу Чтоб не сглазить Идём нормально Чтобы пройти испытания Наберите нужное количество Манны Уху Попробуем Тихая 36 36 надо Ну в принципе В принципе Можем Успех Одну хилку Конечно мы потеряли Но ничего страшного Сразу же и восстановили Плюс дали дополнительное ХП И ещё одна хилка Здесь осталась По-моему Прям супер Хороший глифчик Охота его проапгрейдить Очень сильно Он бы дамажил В разы просто больше Сосали манну Идём дальше Да детка Да детка Да Без всяких вообще Даже смотреть не хочу Что это Что это Это фигня Я точно знаю Это вот Прикосновение Будды Наверное Я не знаю Господи Господа бога Или ещё что то В этом духе Понятия не имею Что это такое Наверняка очень крутое Но брать пока не будем Урон увеличен Дополнительный апгрейд Урон увеличен Отлично Собираем хилки И улетаем. Идем на апгрейд, а после этого пойдем на куда-нибудь там еще. На хранителя, наверное, или на ту, без ничего, карту, чтобы потом пойти на хранителя. Два парящих дрона следует за вами, стреляя в противников, да, видать. Эффект действует только когда вы стреляете. Так, вот где-то я тут видел, вот это вот аура неплохая. Неплохая, опять же. Не супер хорошая, но неплохая. Вот это какое-то усиление, походу, для молний, да. Радиус действия базовой атаки увеличен. Удар базовой атаки создает дополнительные молнии. А тут удар базовой атаки увеличен. Вот это, конечно, было бы вообще круто взять, если бы получилось. Башглиф наносит больше урона. Вот это мы будем брать. Вот это прям вообще. Я даже и думать не хочу ни о чем другом, кроме как о том, что надо брать на Глиф. Глиф очень крутая вещь и очень нам хорошо выручит. Потому что в дальнейшем будет сложно проходить. Даже тварь, а за дело все-таки. Стреляй, дорогой, стреляй. Что, ты там того не убил, что ли? Разрежем тогда его. Тварина! Маскуда! Ааа! Так, что здесь? Ну давайте пойдем сюда, добьем уж полностью. Не знаю, на тройку я не пойду. Тройка это чаще всего слив хп. А, это я оглушил, типа, понял Вот так вот Запомните Этот день, хотя какой вы запомните Уже мертвый все Так, сюда Маленькие сундуки, конечно, здесь Жадная награда Отлично Ах, тварь Тварь Козлоногий чертахан Ну, не знаю Идти на 3 Вы же знаете, такое желание Пойти на 3 Так, а, у нас тут апгрейд не куплен, да? Давайте зайдем До сих пор мы не можем ничего взять У нас опять нам говорят, что мы нищеброды Вы все нищета И просто голытьба Увалите и думайте о своем поведении Но мы хотели вот в эту сторону топать Хотя вот это тоже, в принципе, было бы неплохо взять 800, офигеть Сразу как падает Но, может, дадут Просто, как бы, хочется Может, дадут бесплатно Я, может, возьму Потому что хочется взять вот эту штуку И вот это тоже очень хорошее Блин, для меня это вообще идеально Я вот Потому что я настолько попадаю Все время на эти вот ловушки Всегда об них дамажить Ну, давайте возьмем еще обычную Тогда вот такую Может, туда и хотели, в принципе Или я даже ее взять не могу А, я даже ее взять не могу Короче, пятихатка нужна Потом зайдем Сейчас мы убьем босса Вот этого И наверняка у нас будет 500 Огребли Петушечки Давай А, это же дебильная штука Я помню Ха-ха, босс забил Вы поняли, да, какую штуку Вот этот чувак стрелял боковой А я забил босса этой штукой Вот класс Ну, вот опять же Я не получил здесь ни одного единицы урона Да, улучшение на хп не выпало Значит, наверное, оно просто рандомит Просто рандомит Ничего больше Сколько, 600 У нас есть Можем смело идти брать Можем смело идти брать Где обгрейд? А, он был здесь, да? Можно идти смело брать на хп Повышать Да, вот это же не очень Вы двигаетесь А, вы двигаетесь Быстрее У-у-у Получите один очко здоровья Когда покидаете Ну, это да С одним очком здоровья Каждый магазин Можно переиграть Когда вы ранены Во время боя Все противники В широком радиусе Замораживаются Два раза за уровень Вы можете Изменять боевую карту Понизив ее сложности Это очень хорошо Но до этого надо Очень много пройти Я думаю, нет в этом смысла Берем, наверное, это Но вот это вот Крутая вещь Вы быстрее двигаетесь Это прям вообще круто Но, в принципе, и так-то Хорошо двигаемся А то будет еще бы Быстрее У-у-у Сколько хилок у меня здесь? Три Идем на тройную карту Отлетаю Вы слышите, да? Они только отлетают Один отлетел Второй отлетел После каждого выстрела Кто там еще? Что, все, что ли? Раздамаживаю Раздамаживаю В принципе, неплохо Чуть-чуть маны собрали Тоже хорошо Вот просто Идеально Написано Мне дали Какие-то Супер Ачивочки Это, наверное, знаете За то, что я убивал Проходил тройные карты Приятно Ачивки дают Это всегда приятно Если бы игра Игра без ачивок Это как-то даже Скучновато, что ли Если бы не было бы ачивок Многие бы, наверное, не играли В World of Warcraft Ха-ха-ха Там Огромная прям погоня За ачивинтами Там целый культ, наверное На счет этого всего Стоимость улучшения Умений понижается Вот это, кстати, хорошая вещь Прыжок Дракона Наносит больше урона Это тоже хорошая вещь Тем более, сейчас мы им пользуемся Ну, давайте возьмем вот это Конечно, поздновато Но, блин Может быть, будет больше апгрейдов И мы сможем Брать И мочить Не знаю, как это получится Вот мы дочли до четвертого уровня Смотрите Посмотрим, что дальше У нас какая-то вроде миссия Есть на четвертом уровне Нет? Убейте хранителя На уровне 4 При помощи Отраженных снарядов Ну, вы как придумаете Тоже, а? Раздавай там им всем Давай-давай Еще Мне нравится, когда они умирают Какой-то хруст Какой-то приятный хруст Так будет, слушай У-у-у Отлично Но пока мы тратить не будем Это, да? Потому что Неизвестно, что дальше Когда же пойдет Тут, пожалуйста Вот уже апгрейд Вот уже подарок Все есть Ух Видите, как понижение Какой мощнейший идет 420 307, 270 всего сейчас я плачу. По-моему, там 33% где-то приблизительно он снижает. Треть. Удар базовой атаки создает дополнительные молнии. Да, к этому уже смотрели, да. Но вот здесь вроде вот это вот крутая вещь. Я прям даже не знаю, стоит ли эти брать. Вот это, конечно, нам на дронов, да, это два парящих дрона. Наносит мощный магический удар противникам, атаковавших вас в рукопашный схват. Базовая атака наносит двойной урон, если у вас осталось всего одно очко. Одесса один дрон, но вроде сюда вообще идти не стоит. Вот это только свежая, таким образом убийства считаются особыми. Наносит мощный магический удар противникам, атаковавших вас в рукопашной схватке. То есть они наносят мне урон и вот, опять же, я отчетого ничего не понял, но хрен с ним. Берем тогда вот это, наверное, да, апгрейд. Там мы пройти не можем. Идем вот сюда, вот до этой вот атаки. Я хочу радиус атаки увеличить. Получится ли нас это сделать, еще неизвестно, но попытаться... Три хилки! Фу-фу! Что может быть лучше? Лучше может быть только четыре хилки. Тварь, а за деле. Но там я, блин, вроде раздамажил. Отлично! Одна-две-две-две. Ну пойдемте сюда. Самолетики выхлёстывать надо в первую очередь. Паскудные самолетики. Раздавил! Хорошо. Люблю запах давленного металла по утрам. Фу-фу-фу-фу-фу! Ребята, нас просто... Нам просто дарят! Я даже не знаю. У нас две же, да, вроде? Два этих. Две шестеренки. Погнали на апгрейд. Посмотрим, что за апгрейд. Желтый. Пожалуйста, можно брать. При желании, да? Вокруг вас появляется сфера, наносящая урон противникам. Но мы идем сюда. Вот нам сюда надо. Когда вы теряете здоровье во время боя, ваши атаки и особые умения наносят больше урона. Так, будем копить. 330 надо всего лишь. Погнали. Муточка такая психоделичная. Ту-ту-ту! Ту-ту-ту! Черт! Блин, тварь! Я его не заметил. Вообще не заметил. Вот они, тварь! Да блин, достал ты меня, козлячий! И в прямом, аферионском смысле. Они меня достали. В смысле, ударили и достали, потому что я уже... Нярва, нихуярва, нихуярва не хватает. Подлые твари вот всегда за спины. Что за твари? Так, здесь мы все взяли. Идем сюда. Нам надо найти магазин еще, кстати, по-хорошему, ТБ. И выполнить задание. Убей его! Отлично! Убей его! Отлично! Кто там еще жив? Ага, никого. В глаз прямо! В глаз! Молодец! Все отлично! Улетает. Где Магаз-то? Вот террас. Двинем в глаз, где Магаз? Да уйди ты в пень. Как меня не надамажили-то вообще, я удивлен. Порви там струну ему. Еще хилки. Блин, хилками кормят. Прям я очень рад, как много хилок. Так, пока мы туда не пойдем, на троечку идти опасно. Всегда опасно идти на три. Хоть у нас ХП много. Отлетели. Раз успели задеть меня. Что тут, ничего, да? Ничего нам не дали. 777 у нас очков. Хранители Магаз у нас есть. И на три можно идти, да? Есть на глиф. Глиф менять мы не будем. Глиф отличный. Купим заряд для глифа. Ключи нам не нужны. 400 очков у нас есть. Апгрейд мы купили. А что еще нам надо? Я не знаю. Глиф? Глиф нам не нужен. Погнали сюда. Уху-ху, ребята. И-ха! Устроим праздник. Живота. Смотрите, нет, я вдамажился. Причем, кстати, дамажность-то, знаете, обчел. Об эти вот эти странные вот эти куклы. Они оставляют свою странную ауру, и я после этого дамажусь. Офигеть! Три раза я сдамажился, просто об них. Я думал, сейчас просто буду раздавливать этих типов. Реально, я думал, просто сейчас буду давить их ногами. Игра сказала нет. Ха-ха-ха, давить ты никого не будешь. Надо прыгать, типа, аккуратно. Ссылка. Так, ну смотрите. Мы можем... Да, в принципе, я даже не знаю, что тут брать, как бы, да. Мы можем взять, конечно, наману. А, у нас апгрейд не куплен. А у нас не куплен, а будет. Ху-у-у, это вообще без вопросов. Тогда без вопросов мы идем сюда. Ой, что я взял? Я думал, что... Да, выбрал-то я не то, что надо. Что я могу сказать? Ну, давайте Глиф возьмем. Все равно у нас два этих, да. Я думал, что стоит здесь, ну, как указать, указатель. Смотрите, охотник второго уровня. Ну, мы будем брать. Охотники, конечно, тоже хорошая вещь, но нам как-то... Мне пушки как-то больше... Пушка очень нравится. О-о-о-о-о! Отлети, малыш. Так, это кто-то, клоун? А, это тут с пистолетиками, которые... Делают пил-пил козлячик. О-о-о-о! Нас просили убить его. А я вот даже надамажить не могу, эта фигня. Зато молния меня его пробила. Миссия выполнена. Отлично. Получилось его надамажить. Было. Прикольно. Давайте посмотрим, что я еще могу взять. Одну миссию мы выполняем. Второй надо было совершить покупки. Давайте посмотрим, что еще за покупки я могу сделать. Ну, ключ могу купить. Моглифт могу купить. В принципе, я могу просто ради того, чтобы добить квест, да, это выполнить. 70-100. Ну, блин, так-то многовато, конечно. Ну, да ладно, давайте купим. Ну, ничего. О, вот эта стадия тоже прикольная, мне понравилась. Луч смерти. Мне кажется, он клевый. Если его прокачать особенно, он, наверное, будет выдавать, дай бог, сколько. Вот хочу потом проточить как-нибудь еще и его попробовать. Единственное, что у него задержка вот эта дурацкая, а так, в принципе, то он очень крутой, очень много дамажен. Вырезает, дай бог. Уходим. Приманка создает куклу, привлекающую внимание противников. Нечего терять. Базовая атака наносит двойной урон, если у вас остается всего одно очко здоровья. Базово, ну, короче, понятно. Третья гава. Способность видеть насквозь. Это стоит очень дорого. Вы помните, да, 800 с лишним меня просили за это вот. Приманка создает куклу. Приманка бы хорошо бы легла, наверное. Приманка, считайте. Да, поставили там пушку. Давайте возьмем приманку. Мне кажется, это было бы очень к месту. Тем более. Убей пять противников с помощью взрывающихся препятствий на уровне пять. Ну, попробуем. Себя бы не убить. Мы ж такие, мы можем. Так, ну, погнали. Да, тут дедули эти сраные, я помню точно. Ну, эти уже два хапанила. Козлина, ты тут... Опять. Посмотрите, вот я получил четыре урона, и все четыре урона мне от этих странных дедов пришло. Вот я их ненавижу, блин, да вот... Ааа, да коликов! Твари! Как вот с ними сранами этими бороться? Я вот не знаю. Да уйди ты нахер. Мочи эту тварь. Сейчас бы вот хп столько давали, сколько давали до этого, но вроде хилку сейчас только что высыпали одну. Это уже хорошо. Магазин. Есть ключи, есть энергия. За сотку. Вот это возьмем за 250. Это хорошая вещь, перепрыгивающая карта, она нам очень сильно поможет. А, все, совершили все покупки, отлично. Хватит. Наша задача сейчас даже больше даже не насобирать, а не умереть. Опять деды. Сдохни. В этот раз без происшествий. Кстати, от меня отлетела, да, у меня, видать, аура какая-то все-таки есть. Да, вот эта пульсирующая. Я ее и взял, да, я что-то уже забыл, что я брал или не брал ее. Вот она, да, пульсирующая. Отлетели от меня выстрелы, это прям на мне свезло очень сильно. Давайте на испытание сходим. За ноль. Ну, надеюсь, я успею. Кого там еще надо? Успел? Где? Все, слил хп, но зато успел. Пипец. Рвань какая. Кидал уже под конец все. Крышак-то какой. Я не знаю, ребят, что делать. Идти на хранителя, вот реально сейчас, да, потому что сюда точно я не пойду. Либо идти, короче, вот здесь искать что? А что искать-то? В принципе, апгрейд искать только единственное, да, которого мы еще, наверное, не брали. Это что такое? Это не апгрейд же было, а обычная какая-то карта. Магазин мы уже открыли. В магазине ничего путного нет. Шелопутного. Я даже не знаю. Либо это нам идти сейчас на хранителя мочить, стараться хранителя убить. Либо мы идем пытаться защищать здесь все. Пытаться пройти здесь, найти апгрейд. Я предлагаю идти на хранителя. Попробуем его убить, потому что, ну... Тварь, а! С имя бумерангами. Ну, тварь. Так, а так, кто такой? Ты кто такой? Это который пил-пил-пил кидается. Много, да, выстрелов всяких делать. Блин! Да идите вы! Где хилки с него? А то хилку дали, пипец. Вы такие щедрые. Улетаем. Пойдем на шестой. Трое ваших камьи потрясающие мукаевы. Вам это может показаться проклятием, но таково бремя ношения божественного создания. Пипец, она там... Я уже, по-моему, это уже слушали, да, про такую штуку? В округ вас появляется сфера, наносящая урон, дрон, херня. Противники теряют ориентацию, когда поражены вашими снарядами. Тоже все фигня вообще. Все эти вот эти... Все фигни. Ну, давайте возьмем это. Так. Сыграйте боевую карту с двумя или тремя черепами на уровне 6 и потерять здоровье. Ослабьте 15 противников на уровне 6. Ослабить противников можно с помощью умения или глифов, создаваемых эффекты оглушения, замедления или дезориентирования. Да идите вы! Мне сейчас явно не до квестов. Чтобы как пройти этот 6, это же вообще там... Вы помните, да, что там творится? Мы сейчас будем просто тупо ломиться до этого. До хранителя. Правда, я не знаю, где он. Будем стараться найти его. О, сколько там врагов всяких. Да, блин, ну почему, почему? Филка. Все вроде нормально. Каждый раз страшно. А музыка слышит, какая? У-ху-ху-ху. Еще бы Альфреда Хичко, как бы здесь включили, чтобы я вообще глянется. Так, сюда мы не идем, сразу понятно. Идем обходим. Я врагов половина даже не вижу, ребят. Честное слово, потому что... Они непонятно как выглядят, я даже... Не могу определить, да? Блин! Так, вроде всех убил. Хилка одна там есть. Берем сразу же подарок. Надеюсь, он не полевый. Повышаем ХП. Повышаем жмучесть до максимального. Насколько сможем сейчас дойти? Значит, это самое главное. Заходим сюда. Надеюсь, здесь тоже есть хилки. Да, одна есть, отлично. Треугольники. Тянем, короче, до босса. Насколько это вообще возможно? Так. Два ХП. Да без вопросов даже. Наверное, даже... Надо даже, наверное, не думать, да? Один раз за уровень вы можете превратить боевую карту в открытую тайную карту. Это уже поздняки. Вы двигаетесь быстрее. Вы двигаетесь быстрее. При разрушении препятствий появляется вероятность получить манну или трофеи. Не, не, не. Вот это мы возьмем. Блин. На ХП. Максимальное ХП. Максимально. И идем вот в эту сторону. Блин. 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 В последний момент. Они еще, видите, наносят по 2 единицы урона. Они не по одной единице уронасят. Это по 2. Это вообще такая жесть. Где-то сраный хранитель. Я вот сейчас был бы рад карте хранителя. Я вот даже не знаю. Урывайте сюда. Да. Еще надо было одну запустить. Ну, они там меня, вроде, подрезают. Так, 2 ХП. Надеюсь, там хранитель. Надеюсь, там хранитель. Ё-моё. Нет, там нет хранителя. Значит, хранитель либо здесь, либо здесь, где-то здесь. Идем сюда. Идем сюда. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Блин. Вот ты живучий. Блин. Вот ты живучий. Боюсь даже к нему подходить. Ну, его нахрен. Психованные ублезки. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Блин. Я вообще потею, как не знаю кто. На прохождении. Все, мы нашли хранителя. Ребята, у нас есть 2 шанса победить. Один сейчас. И один, когда мы умрем. И все. Сможем ли мы пройти? Ну, попробуем, по крайней мере. Блин. Это будет адово. Я уверен. Так, сразиться со сраным хранителем. Воу-воу-воу-воу-воу. А они-то, я посмотрю, разные. Я-то думал, что хранители все одинаковые. Нет-нет-нет. Не в ту сторону побежал, блин, от него. Конечно, продолжить. Вот мне сейчас конкретно не хватает апгрейдов. Вот на уменьшение дамага или еще что-нибудь. Блин, конкретно не хватает. Я не знаю даже, насколько я пробиваю их пушкой. А пробиваю ли я их вообще? Вот этого хрена надо сразу убивать. Да как так-то? Блин, козлы, ну вообще жесть. Конец. Вот так вот. Что я могу сказать? Я не знаю, как против него надо было бороться. Один хер захреначивает себя сверху, короче, да, получается. У тебя нет вообще никаких шансов. Я даже не вижу, куда снаряды падают. Я до такой степени не понимаю, кто меня дамажит, откуда в меня летит дамаг. А второй тебе еще подрезает. Что тут скажешь? Вот что я могу сказать по этому поводу. Это было, я не знаю, для меня это нереально было победить. Тут надо было либо, короче, жестко сносить одного вот этого, который хотя бы лучами стреляет. Стараться его убить по-быстрому. А потом второго. Ну, если бы они хотя бы не дамажили, блин, по два ра, по два дамага. Бля, давай, продолжите, тварь! Хотя бы по два урона не наносили, я бы еще понял. Ну, блин, по два урона, но это жесткость вообще. Это вообще жесткость. Продолжить. Блин, так обидно. Могли пройти, кстати. Могли пройти. Ладно, что, давайте посмотрим, что за образы нам дают. Ага. Такая странная у тебя смирительная рубашка, дамы. Ну, так слегка разукрашивают тоже. Это чисто эмо. Розовая, черная. Вот, филетовые челочки нету, но, бля, ничего. Стандартная, прикольно. Мне больше нравится. Так, вот, в принципе, и все. А давайте посмотрим линию судьбы ее. Субтитры создавал DimaTorzok Получается, это, как бы, ее судьба, вот, на данный момент, да, короче. Мы проходим, получается, получаем вот эти вот разные очки, как бы, как будто бы мы растем, будто мы развиваемся. Вот эти очки мы получаем, открываем какие-то истории. И как будто это, вот, ну, в настоящее время, будто, происходит, да, я так понимаю. Что она вернулась в семью, а отец Якудза, он понял, осознал, видать, ее мощь и силу, наверное, да, и признал ее, и она теперь, как бы, с семьей вместе. Это очень грамотно. А может быть, это прошлое? Кто его знает? Непонятно вообще, что это? Ну что, ребята, вот мы, в принципе, прошли практически эту замука, и, блин, очень обидно, что не получилось пройти. Безумно играть, я просто даже, я вот честно скажу, я даже не представляю, как вот на этих двух боссах нужно было бы вообще победить. Это просто заливалого дамага. Там надо только, единственное, вот, какую-то защитную хрень иметь. Типа, вот, уменьшение бы количества дамага, да, то есть, когда, ну, в вас урон не летит, ну, получать урон, промежуток временной, вот, именно, между дамагом, у вас уменьшен. Либо, например, просто, там, быть неуязвимым после сумрачного бега, или еще что-то в этом духе, тогда бы, наверное, мы смогли бы затащить. Но так очень крайне сложно. Вот второй стрелял какими-то штуками сверху, я даже не видел, когда они пролетали, куда они летели, я вообще не замечал. Я следил за тем типом, который лучами стреляет. Реально очень жутко. Блин, я не знаю. Надеюсь, у вас получается лучше, чем у меня. Не забывайте оставлять комментарий, подписывайтесь, делитесь. Не забывайте комментировать побольше. С вами был Станислав, всем спасибо за внимание. До новых встреч, ребят. Всем пока.